Ну что ж, друзья, с вами Григорий Кирчунов. Но какой же двигатель выбрать? Выбрать. Разомкнищи. И тут я. Только про виде... Только про виде... Да что такое? Не только выпуск про виде... Ха-ха-ха. Смешно тебе? Всем привет! В обзорах мы часто говорим о широком ассортименте нашего интернет-магазина. И это не пустые слова. Одних только виброплит набралось почти полсотни наименований. В этом видео подробно сравним некоторые из них. Кроме того, в этом ролике будет подробная информация о новом конкурсе. Подарки должны найти своих хозяев. Но для начала к виброплитам. Среди них есть модели весом от 50 до 255 килограмм. С прямым ходом и реверсивные. С большим выбором бензиновых двигателей. А в скором времени в наличии будут модели и с дизельными ДВС. Допустим, вы уже определили с виброплитой. Тор Ти-80. Но какой же двигатель вам выбрать? Более дорогой – Хонда? Или экономичный? Лон Син или ЛСТ? Более подробно пробежимся по производителям. Хонда. Данная марка родом из Японии. С более чем 70-летней историей производства двигателей. Выпускает более 14 миллионов ДВС каждый год. Двигатели Хонда зарекомендовали себя как надежные агрегаты с малым процентом отказа. Широкая модельная линейка позволяет подобрать агрегат для разного типа оборудования. От генератора и мотопомпы до тяжелой самоходной техники. Лон Син. Китайский бренд двигателей, известный во всем мире. Объем производства двигателей достигает 3 миллионов штук в год. Включая более 100 моделей объемом до 1000 кубических сантиметров. За счет особенностей конструкции двигателя Лон Син, в частности за счет лучшей калибровки балансировочного вала, при работе имеют пониженный уровень шума и вибрации. Лицензированные сервисы ВРФ представлены не во всех регионах. LCT. Американская марка. Производство расположено в КНР. Двигателями LCT оснащается бензиновая техника марки Husqvarna. Так что надежность этих агрегатов не вызывает никаких сомнений. Из плюсов можно отметить доступную цену и высокое качество. Однако они мало распространены в Российской Федерации и мало узнаваемы в целом. А также, к сожалению, сложно достать запчасти. Если сравнить виброплиты одной модели, но с разными ДВС, то самый дорогой будет вариант с двигателем Хонда. Следующей по стоимости станет плита с двигателем Лон Син. И самый доступный вариант с двигателем LCT. Разница между верхней и нижней ценой может доходить до 30%. Про доступность запасных частей, расходных материалов и сервисных центров мы уже сказали. Давайте теперь сравним виброплиты вживую. Начнем с серии T-80. Для сравнения представленной модели с двигателями Хонда и Лон Син. Корпусы и основания моделей абсолютно одинаковые. С равными показателями размера плит 540 на 420 мм. Технические различия наблюдаются только в объеме двигателя. 163 кубических сантиметра у Хонды против 196 кубических сантиметров у Лон Син. Даже масса идентична 86 кг. Внешних различий тоже нет, кроме цветовых решений топливного бака и самого двигателя. Кстати, в топливном баке Лон Син предусмотрена защитная сетка-фильтр от попадания крупной грязи. А у Хонды такой сетки нет. Двигатель Хонды выглядит чуть более качественным по металлу. Но настолько незначительно, что эту разницу сложно заметить. К обеим моделям в комплекте поставляются резиновые коврики с креплениями, складные ручки и колеса для транспортировки, не считая креплений и паспорта. Также модели снабжены баками для воды. Двигатель Хонда на то и Хонда. Заводится легко с полпинка. Лон Син же хуже справлялся с задачей. Просто ему надо было посильнее открыть заслонку воздуха. На примере с Хондой вы можете видеть виброплиту в действии с пустым водяным баком. Все трясется и вибрирует. Такое использование крайне неудобно. А вот на примере Лон Син с заполненным водяным баком никаких проблем. Также кранчиком регулируем выход воды. Все просто. Обе модели в работе не отличить друг от друга. Разница только лишь в самих двигателях, их качестве и долгосрочности. Как и следовало ожидать, модели предельно схожи. Следующая серия для сравнения Си-90. Модели в студии представлены двигателями Лон Син и Хонда. По аналогии с более крупными Ти-80, различия между данными моделями такие же. Больший объем двигателя и наличие защитной сетки фильтра. У Лон Син версии. Комплектация предусматривает ручки и колеса, но без резиновых ковриков. Разница в цене 25% в зависимости от выбранного двигателя. При одинаковых технических характеристиках оборудования. Хонда, как всегда, безупречно. Легкий старт на холодную. Прогрев и стабильная работа. По оборотам плавный и легко контролируется. Двигатель Лон Син ощутимо мощнее. Более резвый в использовании. И чуть сложнее в контроле. Для всех данных моделей виброплит подходит топливо в виде бензина 92 марки. Если вы работаете в теплом помещении, то можно заливать масло 5W-30. А для холодных условий необходимо использовать масло 5W-10. Объем масла около 500-700 грамм. Но также есть специальный датчик, который не позволит завестись двигателю, если масла недостаточно. Подводя небольшой итог, можно смело сказать, что любая модель виброплиты с двигателем Хонда однозначно правильный выбор. Но и Лон Син вас не подведет, сэкономив вам немного денег. А конструктивно все рассмотренные сегодня модели одинаковы. И задачи свои выполняют одинаково. Вопрос личного комфорта. Что ж, 80-е и 90-е модели мы уже рассмотрели. После такого детального разбора можно уверенно переходить к выбору. А еще остались 50-е малыши. Их разберем в одном из следующих выпусков. Ну а теперь конкурс. Розыгрыш начинается сегодня, 17 ноября. И продлится до 1 декабря. А уже 9-го мы объявим всех победителей в прямом эфире. Ну а выявить этих победителей нам поможет генератор случайных чисел. В список для розыгрыша попадут те участники, которые выполнят все условия конкурса. Так что внимательно слушайте условия. Задача состоит из двух вопросов, ответы на которые вам необходимо будет оставить под соответствующим видео. Первый вопрос касается данного ролика. Что входит в комплектацию модели Тор Ти-80? Свои ответы оставляйте в комментариях под этим видео. Второй вопрос относится к обзору на арматурогибочный станок, ссылку на который вы видите на своем экране. Каким средством заполняется редуктор станка GWA? А каким GWA-Q? Свои ответы на этот вопрос оставляйте в комментариях под видеообзором на станок для гибки арматуры. Подробнее ознакомиться с правилами розыгрыша вы можете на нашем сайте. Помимо ответов на вопросы, необходимо быть подписчиком нашего канала. До розыгрыша найдут те подписчики, которые ответят на первый и на второй вопрос правильно. А вот те самые подарки, которые разыгрываются в нашем конкурсе. Четыре подарка, четыре победителя. Две лебедки BHW, одна лебедка LHW и лебедка ручная рычажная QSS. Два ответа и подписка на канал. Мы искренне желаем вам удачи!